Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о любви. И сегодня я хотел бы поговорить о самом, наверное, главном, самом важном, самом ярком выражении любви – это прощение. Итак, прощение – это главное, важное выражение любви. Если мы с вами уходим от любви как романтизме, от идеи любви как неком месте покоя, спокойствия и благословения, то прощение очень актуально. Как бы вы сегодня не любили друг друга, как бы вы не любили свою церковь, как бы вы не любили своих близких, братьев, сестер, пастырей, старейшин, пресвитеров, в обязательном порядке, где-то каким бы то ни было острым углом, вы обязательно зацепитесь. Кто-то кого-то обидит, кто-то ущемит чьи-то права, кто-то намеренно или ненамеренно наступит на больную мозоль. Это происходит. И вот здесь моментально на первое место выходит прощение, потому что прощение является простой, банальной и абсолютно естественной реакцией любящего сердца. Любящий человек прощает незамедлительно. Он не начинает, знаете, так вот думать, как мне прощать, стоит ли мне прощать, вообще нужно ли в этой ситуации прощение, а может стоит немножко повоспитывать этого товарища. Нет, любящее сердце прощает совершенно автоматически, моментально. Я слышал огромное количество проповеди, и сам ни одну сказал на эту тему. И знаете, вот эта программа, когда мы начинали думать, мыслиться мне не как проповедь, а именно как беседа, именно так переводится это белорусское слово, размова. И мне хочется поговорить. Мне хочется, чтобы это не было, знаете, такое назидание, такое учение свысока. Это именно разговор, чтобы вы каким-то образом поучаствовали в этом разговоре, чтобы вы услышали, что не все так однозначно, и в то же время не все так плохо. Я не пытаюсь учить, я пытаюсь делиться своим опытом, своими знаниями, своим жизненным пониманием мира и так далее. И вот когда мы говорим о прощении, в свое время я очень много учил, знаете, был такой вот первый этап, когда я очень много говорил о том, что прощение, оно просто необходимо, не прощение, это грех, вы должны освободиться от этого. Потом вдруг пришло понимание вместе с серьезными обидчиками, что почему мы говорим, что обижаться грех, а не говорим, что обижать грех. Был такой период, потом я перешел к проповеди о том, что прощать нужно только, когда человек кается, потом появился третий этап, четвертый, пятый. И это эволюционирует вместе со мной. Вот мое понимание. Сегодня я имею откровение от Бога, что прощение – это проявление любви. Очень тяжело прощать человека, которого ты не любишь. Я бы даже сказал, что это практически невозможно. Если ты кого-то не любишь, ты не способен простить. Ты просто не можешь этого сделать. Для того, чтобы простить, тебе необходимо полюбить этого человека. Если ты не любишь, можешь даже не пытаться и не напрягаться, ты не сможешь простить. Можешь натянуть маску, можешь произнести слова, можешь сказать эти слова, выразить, написать, что угодно. Но внутри тебя все равно будет непрощение. Кто-то мне говорил, знаете, что если ты прощаешь, вот тогда приходит любовь. Это неправда. Сначала полюбить, потом ты сможешь прощать. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорит, любите врагов и потом прощайте. И сначала Он говорит, любите, а потом говорит, прощайте. Он говорит, прощайте, благотворите, молитесь за обижающих и полюбите. Нет, Он говорит, полюбите врагов. А кто нас обижает, укоряет, ненавидит? Они родные. И сначала ты их любишь, и из этой любви начинают вытекать и прощение, и благословение. И благотворение. И сегодня я хотел бы начать с прощения. Что это такое? Знаете, один отрывок из 17 главы Луки. Сказал также Иисус, это первый стих. Ученикам своим невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. И вот с 3 стиха. «Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь нас в веру. Смотрите, очень интересно. Просто потрясающе. «Наблюдайте за собой. Если согрешит против тебя брат твой, если согрешит, поговори с ним, выскажи ему. И если покаяться, прости». Бог, он хочет, чтобы прощение стало не самоцелью, а средством, которое проявляет любовь. Смотрите, брат твой, брат, то есть тот человек, который уже находится с тобой в общении, с которым у тебя есть тесные взаимоотношения, которого ты любишь. Ты должен проявить свою любовь через прощение. Что происходит, когда кто-то против нас согрешает? Грех, он прежде всего разрушает отношения. Когда мы согрешаем, даже если это какой-то тайный личный грех, даже когда мы согрешаем, это разрушает наши взаимоотношения с Богом. И необходимо, чтобы эти отношения восстанавливались. Смотрите, когда мы с вами согрешаем, и мы приходим к Богу, и мы просим у Него прощения, у нас нет мысли о том, что, зайдя в дверь, мы встретим разгневанного Бога. Можете себе представить такую ситуацию, что вы приходите к Богу, открываете дверь и в ответ «Пошел вон отсюда!» Иди сначала, приведи все свои дела в порядок и зайди как положено. Нет. Мы всегда можем прийти к Отцу. Почему? Потому что Он нас любит. И любящий, у него другое отношение к согрешившему. Вот человек, который не любит, он видит грешника, и он говорит так, ты своим грехом нарушаешь идиллию нашей церкви, или идиллию нашей семьи, или идиллию нашего общения, неважно, о чем мы говорим, но ты нарушаешь наш вот этот вот идеальный мир, ты позоришь нас в конце-то концов. И говорят так, иди помойся, иди приготовься, иди очистись, иди произнеси там правильные вещи. Вот когда ты покаешься, вот когда с тобой произойдут какие-то изменения, а мы должны увидеть их, вернешься, когда ты будешь достоин нашего потрясающего сообщества, мы тебя примем. Что делает Бог? Что делает любящий человек? Когда человек согрешает, и ты любишь его, внутри тебя есть горечь. Почему? Потому что нарушились взаимоотношения. И у тебя появляется нежелание этого человека дисциплинировать, приводить его в изначально правильное, по твоему мнению, состояние, у тебя есть желание его вернуть. У тебя есть желание, чтобы ваши взаимоотношения не прекращались, чтобы ты не оказался в состоянии, когда ты на одной стороне пропасти, а он на другой. И ты начинаешь строить мосты. Пока все свежее, ты пытаешься привести все в порядок. Ты не просто можешь простить, да? Ты не просто способен простить. Ты хочешь этого абсолютно неистово. Ты готов предложить свое прощение. Ты его начинаешь вталкивать, навязывать. Ты говоришь, я прощаю тебя. Но согрешивший человек не всегда готов осознать. Так вот, когда мы говорим о любви, она понимает, что грех разрушает отношения, и прощение это является единственным с нашей стороны условием для того, чтобы эти отношения разрушены не были. Но вот здесь очень важен баланс. Смотрите, Иисус здесь говорит, если согрешит против тебя брат твой, выговори, и если покаяться, прости. На мой взгляд, у покаяния есть как бы два таких очень важных аспекта. Прощение, как я его называю, когда ты отпускаешь, как отпущение. Человек не просит у тебя прощения, но ты отпускаешь его. Ты прощаешь его как бы заочно. Ты говоришь, дорогой, я прощаю тебя, может, не ему лично, но ты говоришь, я прощаю этого человека. Я прощаю. Ты как бы отпускаешь эту боль из своего сердца. Ты тем самым приглашаешь исцеление своей обиды, своей раны, какой-то несправедливости, допущенной в твой адрес. И поверьте, это невероятно важно. Это очень нужно. Особенно, когда речь идет о том, что тот, кто причинил тебе какие-то страдания, какую-то боль, он вне зоны доступа, если так можно выразиться, он либо уже в вечности, либо где-то так далеко, что ты не можешь с ним поговорить. Но эта обида, эта рана, она продолжает тебя мучить, терзать, приводить твою жизнь в дискомфорт. Тебе нужно его отпустить. И сколько этого человека, сколько вот эту рану, потому что исцеление не придет, пока ты теребишь ее. И ты отпускаешь. Это важно. Но, смотрите, и практика моей жизни и служения, она об этом говорит. Когда ты вот таким образом отпускаешь человека, приходит исцеление. Бог начинает изливать елей, начинает тебя лечить, Он приводит тебя в порядок, и все нормально. За исключением одного и, на мой взгляд, очень важного аспекта. Отношения с этим человеком не восстанавливаются. Почему? Потому что он не покаялся. Для того, чтобы все было совершенно, все было идеально, необходимо, чтобы человек покаялся, и ты его простил. И вот это второй аспект прощения, примирения. Потому что главная цель, одна из главных целей Христа, помните, как написано, чтобы примирить на кресте. И вот это слово примирение, оно очень важно. Апостол Павел пишет, Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам служение, примирение. То есть, одна из целей, которая заложена Богом в церковь, это примирение. В глобальном понимании это примирение мира с Богом, в примирении с самим собой и людей между собой. Вообще, примирение во всех аспектах, оттенках этого слова. Так вот, когда происходят конфликты, когда происходит грех, когда происходят какие-то действия против нас, и если ты прощаешь, и не было вот этого контакта, человек кается, и ты прощаешься. Смотрите, Иисус говорит, если покаяться, он не говорит, покаяться, не покаяться, не играет роли, просто прощай его. Нет, он говорит, если покаяться, прости. Это очень важно, Потому что в противном случае не будет вот этой полноты. Я уже говорил, да, что когда ты любишь, ты предлагаешь свое прощение. Ты не ждешь, как, знаете, такая вот оскорбленная невинность, ожидающая, когда к ней придут, скажут, прости, согрешил, упадут в ноги, будут целовать туфли. И, кстати, очень многие верующие в последнее время ведут себя именно так, ожидая, когда это согрешившее существо придет и в прахе и пепле будет в слезах просить у нас праведников прощения. Настоящая любовь, она предлагает прощение. Давайте посмотрим, как поступил Бог. Просто простая модель. Мы с вами согрешили против Бога. Не Бог, виновник конфликта, мы, не послушание Адама, привело к тем последствиям, которые мы видим. И человек просто погряз в грехе, в грязи, в таких грехах, которые даже по телевизору говорить стыдно, хотя это сейчас показывают. И что произошло? Бог сел на небе, откинулся на спинку своего великолепного трона и сказал пророкам, Ребят, пойдите там, скажите этим грешникам, я жду встречи. Я ожидаю, когда вы покаетесь, я готов вас простить. Нет. Он послал сына. Кто проявил инициативу? Кто пошел и понес прощение? Мы искали его? Нет. Мы жили во зле, нам это нравилось. Мы находились в грехе, наслаждались этим грехом. Он послал своего сына. Итак, конец пятой главы послания, Евангелие от Матфея. Итак, будьте совершенными, как совершен ваш Отец Небесный. Вот послушайте, именно вот эту модель жизни и поведения ожидает от нас Бог. А начинается этот отрывок, если вы помните, любите врагов. Мы все еще с вами, друзья, говорим о любви. И это невероятно важно. Поэтому, когда мы с вами говорим о прощении, это человек любви. Он идет и предлагает свое прощение. И если это чего-то стоит для него, то подождите, Бог заплатил эту цену. Прощение грешника стоило унижения Христа. Уже само то, что он пришел на землю, само то, что он просто стал человеком, это унижение. И так написано. Он уничижил себя, став по облику, как человек. А то, что он позволил творить с собой все, что угодно. Когда Пилат изо всех сил старался освободить его. Знаете, почему Пилат бичевал Христа? Не потому, что он был садист, а потому, что он пытался, чтобы иудеи наконец-таки его отпустили. Мне кажется, что Пилат просто избил Иисуса, чтобы вывести вот этого избитого человека. И этим стало просто стыдно. Им не стало стыдно. Вообще, религиозным людям не становится стыдно за его жестокость и отсутствие любви. Потому, что они на стороне правды. И это по какой-то причине дает им право быть злыми. Когда мы говорим о прощении, грешник очень часто просто не способен осознать и найти в себе даже, знаете, вот эту силу сказать, я хочу покаяться. Даже себе признаться. Он пытается бороться внутри себя. Он пытается как-то самоутвердиться. Ему нужно помочь. Настоящая любовь, она проявляет инициативу в прощении. Она поступает так, как поступал отец, посылая собственного сына. Бог пришел на эту землю предложить нам прощение. Не просто предложить нам искупление. Как мы сегодня делаем. Я хочу дать вам вариант, как вы можете заслужить наше благоволение, сказал мне однажды один человек. Вам нужно переписать на меня все имущество. Вам нужно сделать вот это и вот это и вот это. Вы должны поступить. Так, я вам даю шанс восстановить отношения. Друзья, есть ли в этом Господь? Для меня очень важно, чтобы посланные Богом люди поступали в этом мире так, как Он поступал. Он не пришел нам показать путь искупления, по которому мы должны пройти, и в результате мы получим прощение. Нет, Он принес прощение, а потом дал нам путь, который мы должны пройти, для того, чтобы обрести совершенство, то есть стать такими, как Он. По крайней мере, это наша идеальная цель. Итак, друзья, прощение – это проявление любви. И еще одна очень важная вещь, которую я хотел бы затронуть. Человек согрешивший нуждается в прощении. Он не нуждается в пренебрежении и дисциплине. Хотя нам очень часто кажется, что именно в какой-то такой строгости нуждаются грешники, особенно из братьев, которые упали, отпали, или что-то произошло. Нам так хочется, чтобы они немножко пострадали. Знаете, как-то был свидетелем разговора двух пасторов. Один из них из-за конфликта с какой-то группой людей в церкви выгнал их из церкви. И они пошли вот ко второму пастору, и он их принял, он начал им помогать. И вот разговор этих пасторов, и звучит фраза. Они бы потерлись в этом мире, настрадались бы и вернулись. А ты не дал им пострадать. И я слушал, и я думал, знаете о чем? Христос не дал нам пострадать. Он пострадал вместо нас. Настоящая любовь – это та любовь, которая понимает сердце, страдающее от собственного греха. Любовь, она понимает это. Когда кто-то согрешил против нас, я вас уверяю, дорогие, это человек, который пострадал больше, чем мы. Потому что его сердце, оно стало жестче. Его сердце стало более таким твердым, что ли. И он стал дальше от Бога. Его отношения с Богом были разрушены. И теперь ему нужно восстанавливать эти отношения в то время, как Бог на стороне, всегда на стороне обиженного. И он рядом с тобой для того, чтобы его утешить, помочь. И вот ты развернись к этому грешнику, да? Посмотри в его жизнь. И что ты видишь? Вот, видишь плохого человека. Я согласен, этот человек поступил плохо. Но подожди. Посмотри глазами Христа. Хотя бы просто пророчески взгляни в его жизнь. И ты увидишь, что его жизнь не наполнена радостью. И она не будет наполнена какими-то благословениями. И вот что родилось у тебя в сердце? Благородство? Да, так ему и надо. Или, знаете, такое вот религиозное фарисейское надмение. Научиться. Или жалость. А может быть все-таки любовь. Когда ты говоришь, я хочу помочь этому человеку, я буду это делать. Мне кажется, друзья, что это и есть настоящее истинное христианское служение, когда ты видишь грешника, и ты его не просто понимаешь. То есть я был в таком состоянии. Я понимаю его. А ты любишь его. И ты несешь ему не просто свое прощение, а ты несешь ему Божье прощение. Но если ты не простил человека от себя, как ты можешь прощать человека и нести людям Божье прощение? Если ты не простил его, потому что он тебя обидел в какой-то ерунде, как ты можешь говорить о вселенских вещах? Когда ты приходишь к нему и говоришь, Бог простил тебя. Недавно разговаривала с одной женщиной, она говорит, я взял аборт, и я не могу спать спокойно, потому что я четко знаю, что это нельзя простить. И по-человечески, друзья, я могу сказать, ну, как это простить? И я понимаю. Но я также понимаю, что мой Бог, он превыше нашего человеческого. Его прощение, но превыше нашего. И она рассказала мне, почему она считает, что верующие не совсем адекватны. Говорит, я пришла к одному человеку, верующему, стала ему рассказывать о каких-то вещах. И я стал рассказывать ему о том, что я сделала аборт. Я, говорит, искала прощения, я искала каких-то вещей. И этот человек, он служитель, он сказал ей, смотри, твой грех, он начался, это не аборт. Аборт – это как бы грех, но он как бы вот как результат. Но началось все с того, что ты вот тогда-то вот в церкви вот это, вот это сказала, ты высказала там вот это, вот это, вот это. И она говорит, я увидела, что тогда он на меня обиделся. И эта обида, она все еще живет в нем. И она говорит, дальше разговор не пошел. Почему? Потому что когда-то тогда я высказала свое мнение. И да, оно было неправильным, я уже так не думаю. Но он обиделся, и он не простил меня. И говорит, я шла домой и плакала, потому что если этот человек, он не может простить вот такую сенькую обиду, просто сказанное слово, то как могут меня простить, когда я убила человека? И вы знаете, я не смог убедить эту женщину. По крайней мере, не в этот раз. Я уверен, что Господь даст еще встречи. Но я уже молюсь о том, чтобы в ее жизнь пришло то прощение, чтобы этот служитель, он не просто нашел в себе силы простить эту женщину, а чтобы он проявил это прощение, чтобы она могла поверить в прощение Божие. Грешники нуждаются в том, чтобы увидеть прощение. Прежде всего в нас, потому что мы с вами, друзья, мы являемся отражением, мы являемся представителями Бога. И когда мы говорим о невидимом Боге, то люди волей-неволей не смотрят на нас. И не смотрят не на то, как ты хорошо одет, какое красивое у тебя богослужение, как ты умеешь красиво говорить, насколько ты молодец в своей жизни. Не смотрят, умеешь ты любить или нет. А о твоей любви судят по тому, насколько ты умеешь прощать. И, наверное, это одна из важнейших вещей, которые нам нужно обрести для того, чтобы мы могли являть Бога по-настоящему. Итак, прощение – это, на мой взгляд, одно из самых важных и ярких проявлений любви. Если мы любим, мы обязательно прощаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова